Если ты решил показаться крутым перед кем-то и застрелил человека, просто потому что ты захотел быть крутыми. Я такой лично знаю случай, когда зарядили ПМ, сказали, кто расстреляет. И человек сказал, я расстреляю, дайте мне. У человека просвистел колбас, постепенно. Поэтому, опять же, я христианин. Библия говорит, если ты видишь врага в беде, ты должен его раненого перевязать. То есть ты обязан к нему относиться, тем более к мирным жителям. А если ты хочешь показать, что ты самый крутой среди этой споры пиратов, то будь готов потом, чтобы у тебя будет нарушение психики. Это моя личная позиция. И тот, кто молодой сейчас и говорит, ой, а у меня есть знакомый, у него все нормально. Послушай, не все нормально. И будут люди болеть. Я даже могу перечислить, какие болезни будут у людей, кто делал неправомерные действия. Например, болезни ног, сахарный диабет и все остальные будут конкретно связаны с кровожадностью человека. Мне просто 40 скоро будет стать. И когда со мной спорят молодые по этому поводу, мне просто смешно. Вот с интервью топазом, я не мог ему это сказать. Когда были многие общие знакомые наши, понимаешь, да, это было просто некрасиво. Потому что я-то этой информацией владею. Поэтому я призываю молодежь во многих вопросах просто послушать старших. Вот просто принять на веру, что вот так нужно поступить. Подруга. Вопрос по теме. Извини, ну давай, да. Вот ты сказал, что сначала либо человек не готов к этому, либо он совершил неправомерные действия. Да. По поводу того, что не готов. Как подготовиться? Я тебе объясняю. Ты читаешь книжки про белого офицера. Долго, все детство, понимаешь, да? И никуда не ходишь, ни на спорт, ничего ты не делаешь, ни не бьют, ни дед, ну то есть ты просто читаешь книжки и увлекаешься порнографией. Вот. Ну, не, я серьезные вещи говорю. Часто дрочишь, с тебя выходит тестостерон, вот, а потом ты думаешь, что ты супер идеалист, и ты едешь на войну и представляешь себе что-либо представляешь. И тут просто ты попадаешь на Донбасс, все бьют орки, тут еще начинается обстрел, все, у тебя у вас нет окопов, они их не роют, потому что им некогда, им вообще пофиг. Они говорят, а шо, если прилетит, то прилетит. Ты сидишь, ты думаешь, блядь, я просто за себя говорю. И все, и ты, и ты говоришь, там все не так, донбассовцы все, и уезжаешь, понимаешь, вот это не готов, да? Думаете, ты срочник, ты, короче, ну тебя пригнали, да, Филип, война, помните? Тебя пригнали, как барана, ты плохо воюешь, потому что тебя пригнали, как барана. То есть, у тебя нет мотива, мы видим, что там был Иван, да, и был второй просто да, который только я думал, как пожрать, кишкоблуд такой, и все.